добрый день дорогие друзья с вами елена виктория можно просто века и приветствую вас на мастер классе по плетению сирени из бисера часть 3 листья и сборка веточки с листочками я решила сделать эту часть тоже чтобы уже довести весь мастер-класс до конца и помочь вам со сборкой также и так для листочков нам нужен естественно бисер зеленого цвета вы можете сделать смесь бисера зеленого разных оттенков зеленого либо однотонно это по вашему желанию и усмотрению также вам нужна линейка ножницы или кусачки также я использую вот такой вот инструмент это как плоскогубцы я так думаю не знаю как на русском иногда я корректирую стебель с помощью них но мы посмотрим во время сборки понадобится он нам или нет клей любой клей я использую вот такой клей пва вы можете использовать любое другое следу к нему привыкли клей нужен только в том случае если вы будете а использоваться ниточками мулене или другими ниточками в случае флористической ленты клей вам вовсе и не нужна на сама по себе липкая ну и также вам нужен а стержень я использую как обычно флористический стержень в данном случае этот стерженек это уже номер 18 обычно я пользуюсь номер 16 этот гнется очень легко но для веточки с листьями он прекрасно подойдет и не будет сильно утолщать основной стебель когда мы уже прикрепим веточку с листьями к основному соцветию с цветочками сирени и также я использую такую проволочку это тоже номер 18 но вот без оплетки это обычная проволока не флористический стержень расскажу вам это же прекрасно держит форму особенно что касается просто листочков которые сами по себе не очень-то и тяжелый я не буду в этом мастер-классе останавливаться на том как слисти листочки просто скажу что вам нужно листиков не так уж и много все зависит от количества веточек которые вы хотите сделать на примере вот на фотографии которые вы видите на заставке именно вот моей сирени у меня две веточки с листиками одна из веточек даже состоит из двух маленьких веточек и вот на ней листиков сейчас я вам посчитаю 1 2 3 4 5 6 7 8 14 листиков вы можете сделать больше можете сделать меньше все зависит от вас и я вам просто хочу показать что листики у сирени а может быть не у всех без исключения есть очень много разных видов сирени но в основном они остроконечные наверху и достаточно широкие внизу иногда они имеют форму даже виде сердечек но я просто сделала вот такие вот листики остроконечные основы у всех листиков из трех бисеринок все листики состоят основа 3 бисерины и затем мы делаем несколько листиков из 5 пары дуг затем и 6 пары дуг вот здесь 1 2 3 4 5 6 полудуг из 7 из 8 и самое большое это из 9 но я думаю больше не надо затем я вам очень советую очень настоятельно советую прошить все листики вот здесь видно прошивочная проволочка потратила я вот на 11 листиков в данном случае сейчас у меня 11 листиков около двух часов скажу вам честно самой неохота тратить столько времени но поверьте мне что это очень немаловажно для создания красивой аккуратной работы а в чем преимущество прошивки во первых листик листику можно придавать форму какую вы хотите и он хорошо и держит дуги не расходятся естественно вот так вот можете их растянуть но она держит форму а те листики которые не прошиты дуги у них болтаются а я вот уже изначально придала форму листочкам и с ними с прошитыми листочками очень легко работать и потом что такое два часа по сравнению с тем сколько вы вообще затратили затрачиваете на плетение на создание какой-нибудь красивой большой объемной работы в том числе и на 7 и так также все ножки у листиков мы обматываем либо ниточками это будут ниточки в три сложения я имею ввиду ниточки мулине либо флористической лентой ножка примерно у больших листиков вниз идет обмотка на три сантиметра у листиков поменьше на два сантиметра два листика если вы например делаете две веточки с листиками то два листика а я в которые самые маленькие будут служить верхушечками я не советую обматывать то есть вы можете их приложить сразу вот к основному стерженьку и потом уже можете начать обмотку что я сейчас я буду делать и так а чтобы создать более реалистичную веточку нашей сирени я уже заранее сделала заготовочку вот такой маленькой веточки состоящие из трех листиков которые мы потом вместе прикрепим к основной большой ветки с листочками ну что ж я думаю мы приступим берем флористический стержень или проволоку достаточно прочной но не очень толстую и берем как раз то вот листик который у нас не имеет обмотки внизу и это самый маленький листик что и дальше делаю я беру ниточки мулине в данном случае когда мы уже не обматываем мелкие детали не ножки у соцветия сирени не листья а когда мы уже работаем с основным стеблем то мы работаем уже обычной ниткой мулине мы не разделяем ее на две части то есть ниточка идет 6 сложений затем мы приоткрываем последнюю вот эту полу дугу и ниточку пропускаем сквозь нее это делается для того что чтобы закрепить нашу ниточку чтобы она не поползла вниз и потом закрываем все назад у нас все все нормально правильно теперь я делаю буквально несколько оборотов и затем прикрепляю этот листочек к стержню ну и начинаем нашу обмотку от первого листика до последующего листика обмотка вниз идет примерно вот я считала где-то 5 сантиметров вы можете делать это расстояние по своему усмотрению можете делать это больше или меньше вот здесь этой стороны вот у меня проволочка видно вот такой хвостик достаточно для того чтобы все держалось главное чтобы другие проволочки которые идут вдоль основного стержня были параллельно и чтобы у вас была ровная скрутка то же самое касается и флористической ленты очень часто я вижу работы которые действительно на них потрачено много времени но даже когда вы обматываете стебель флористической лентой то вот эти все неровности вашей проволочки которые ложатся поверх стебелька основного и так далее они создают неровности что на мой взгляд некрасиво и так вот мы промотали примерно давайте посмотрим по линеечке вот отсюда до 4 давайте дойдем все-таки до 5 2 точки должны быть плотно друг другу если вы видите зазоры вернитесь назад размотайте участки это 5 смотрим со всех сторон в данном случае мне кажется что стебель но не очень как бы ровно поэтому я беру плоскогубцы и чуть-чуть придаю форму со всех сторон делать это нужно не очень сильно без сильного нажима иначе вы просто порвете ниточки они будут у вас потом махрится и теперь я беру следующий по размеру листик вот он у меня он примерно такого же размера и вот смотрю как он будет на таком расстоянии и вы видите обмотка до конца я не делаю встык я чуть-чуть делаю присоединяю листик чуть чуть выше чем окончание обмотки это делается еще раз для того чтобы не выглядывала проволока вот так она идет вниз если видно сейчас я буду приматывать затем вы будете обматывать вниз где-то тоже сантиметра на 4 4 с половиной можете на 3 все зависит опять от ваших предпочтений как густо вы хотите листочки как у вас их много и затем уже шахматном порядке будете приматывать другие листочки и так вот мы примотали 2 от верхушки листик и затем уже отступив примерно четыре с половиной 5 сантиметров я делаю третий листик уже с другой стороны то есть в шахматном порядке располагаем листики и опять продолжаем обмотку ну естественно что вы можете делать листики чуть чуть ближе друг другу веточка будет у вас может быть иметь больше листиков более такая зеленые попышнее да но естественно что вы все листики не будете располагать прямо вот до окончания вот этого стержня потому что он пойдет в основной стебель сирени и сейчас я примотаю после этого когда спущусь вниз я скорее всего примотаю основную веточку вот сюда вот так вот может даже не буду приматывать я сейчас посмотрю может сделаю две ветки я посмотрю потому что не хочется повторения у меня уже в первой серии не двойная веточка и не хочется повторения но в принципе могу вот вам показать что вот вы вот обмотали да и вот например вместе где вы хотите сделать четвертый листочек вы можете уже потом сделать вот именно веточку которая будет как бы дополнением основной веточки вот так ты отогнете все зависит от вас сейчас уже уже пора присоединять с другой стороны четвертый листик и заметьте что листики идут от размера самые маленькие на верхушке больше больше и внизу будут самые большие листики по размеру вот такие и так вот я примотала сейчас 5 листочков вот если вы видите сейчас на чуть-чуть опять так вот приблизим чтобы было видно и дальше уже нам нужно посмотреть достаточно ли нам уже вести примотку наш был при прикреплении листочков и обмотку стебелька что мы для этого делаем оператор держит камеру так как надо я просто беру заготовочку еще одного соцветия сирени которая спела на несколько другой вот такой вот и вот как вы видите она даже еще не оплетенная и что мы делаем мы прикладываем и я всегда стараюсь чтобы веточка была чуть выше соцветия и вот смотрим вот в данном случае я вижу что принципе мы уже можем остановить примотку наших листочков потому что здесь мы уже можем соединить наши веточки вы можете примотать еще один листочек если вы хотите но я думаю что я наверное пожалуй здесь уже остановлюсь на данном этапе и соберу просто еще одну веточку и так вот нашего две веточки готовы в одной у меня 5 листочков и в другой получилось 5 листочков у меня остался еще один листочек я его оставила и я потом присоединю его когда мы будем уже собирать нашу веточку сирени целиком и я покажу как можно использовать оставшиеся листочки но вообще я намеренно его оставила для того чтобы закрыть соединение стык между соединением веточки и основным стебельком сирени и так закрепляем наши ниточки естественно капелькой клея внизу а затем уже начинаем придавать форму нашим листочкам делаем остроконечные кончики нажимаем так вот сверху затем у некоторых я кончика так беру и оттягиваю вниз у некоторых оставляю прямой так как листочки прошиты и мы можем придать форму какую мы хотим уже сильно не переусердствуйте конечно придаем какой-нибудь изгиб изящно это по желанию это и вовсе не обязательно вовсе не обязательно веточки должны тоже так вот изгибаться красиво то есть не просто что вас плоские листья да и у вас больше никакой формы нет то есть все должно смотреться натурально и естественно то есть вот это вот веточка и потом я посмотрю в какую сторону я тоже также может быть изогнул основной тоже стебелек я пока точно не знаю но пока я вот так вот его сделаю там уже посмотрим и вторая веточка вот у 2 веточки я ниточку даже не отрезала я ее просто приклеила и потом вот этой уже ниточкой вот не мулиной я уже буду приматывать к основной веточки сирени вот уже эту веточку начну я с этой веточки и здесь то же самое придаем форму что-то отгибаем вниз что-то вообще не трогаем в общем уже посмотрим по ходу но окончательные уже окончательную форму самому стебельку мы уже придадим когда мы полностью соберем нашу сиренку и так я надеюсь что эта часть 3 по сборке и по сборке веточки с листочками для сирени вам тоже пригодится для того чтобы делать шикарную красивую сирень увидимся в четвертой части всем пока пока